приветствую друзья на солярном канале владимира жиленко сегодня поговорим о системе охлаждения фрезерного станка с чпу я приобрел недавно станок и для того чтобы правильно настроить правильно использовать не нарушая при этом гарантии я должен выполнить несколько требований и одно из требований эта система охлаждения шпинделя станка я написал службу техподдержки письмо и я получил ответ для того чтобы охлаждать шпиндели надо использовать антифриз красный g12 с охлаждающей жидкости я и начну ранее меня были станки с чпу и для охлаждения шпинделя я использовал деселированную воду первый станок был большой не было емкость пластиковая бочка с большой крышкой чтобы установить туда вот такую погружную помпу аквариумную помпу и этот объем был 50 литров на маленьком станке я устанавливал бочку с объемом 30 литров недостаток этой системы следующий при циркуляции воды деселированный до охлаждающей жидкости вода проходит через шпиндель нагревается и горячая вода собирается в емкость вот такие емкости часто используют мастера потому что в этих емкостях лежит комплектующий для фрезерного станка здесь недостатки следующий какой объем жидкости должен быть второе как контролировать что жидкость циркулирует как контролировать температуру охлаждающей жидкости обычно пробуем рукой говорим нормально плохо это не контроль итак начнем с охлаждающей жидкости что можно использовать деселированную воду охлаждайте не замерзайте который применяется в системах отопления все это отходит на второй план и можно использовать лишь только антифриз красного цвета кроме всех положительных качеств антифриза есть недостаток этот недостаток это его токсичность этот антифриз надо использовать чтобы система была полностью закрытая или открытая система над трубкой сообщалось на улицу я рассмотрел варианты антифриза же 13 этот антифриз нетоксичные используется для изготовления глицерин но скажем большой информации об этом продукте я не получил в основном все казалось автомобиле и очень кратенько поэтому я с неделю искал ответы и хотел даже покупать этот антифриз но последний момент отказался и дал предпочтение все-таки антифризу же 12 хороший антифриз стоит примерно 2000 2000 с небольшим хвостиком на эту сумму я примерно ориентировался учесть что пробега автомобилей составляет 300 тысяч до замены я думаю антифриз в системе охлаждения будет служить очень долго примера я рассчитываю это 35 лет следующий пункт это емкость из которой мы забираем охлаждающую жидкость и охлаждающая жидкость попадает проходя через шпиндель еще раз скажу применяют вот такие применяют бочки недостаток их следующий если антифриз это емкость плотно не закрывается поэтому для антифриза надо чтобы бочка емкость была с плотно закрытой крышкой если мы будем применять такую помпу надо чтобы крышка была большая чтобы вот эту помпу погрузить на дно емкости рассматривая все варианты емкостей я пришел к выводу что на сегодня я выбрал две емкости которые мне очень понравились и конечно эти емкости металлические первая емкость это канистра алюминиевая на 10 литров вот она стоит перед вами я приобрел 2 и канистра с емкостью на 20 литров и 3 что мне понравилось и очень понравилось это гидроаккумулятор на 24 литра с нержавейки стоимость его примерно от трех шестьсот до пяти тысяч к этой емкость я просматривался долго 24 объем грушу резиновую можно выбросить удачное крепление можно поставить вертикально горизонтально один фланец на дюйм то есть можно подсоединить любые соединения и второй фланец надо рассверлить потому что стоит золотник почему металлические емкость теплоотдача в таких емкостей очень слабенькая емкость нагревается она плохо отдает тепло в окружающую среду лучше всего конечно алюминиевая канистра и вот перед вами 10 литровая канистра сколько жидкости залить и что для этого надо сделать чтобы система работала правильно то есть жидкость охлаждалась следующая наверное тема это насос помпа станки чпу комплектуется вот такими помпами аквариумная помпа эта помпа погружается в работает довольно таки шумно мои помпы которые были со станками чпу отслужили верой и правдой работали не было сбоев но многие пишут что помпа может любой момент отказать поэтому мастера которые делают систему охлаждения старается применить совсем другие насосы какие насосы могут быть какие насосы можно поставить чтобы система работала правильно скажу что производительность вот этой помпы 5000 литров в час это очень много честно говоря не сильно верю этой производительности потому что 5 тонн огромное количество воды жидкости которая перекачивает за час среди всех решений на первом месте можно поставить следующие варианты первое насос этот насос идет автомобильных запчастей насос дополнительной печки автомобиль волга автомобиль у вас этот насос выполнен двигатель и насажена с одной стороны крыльчатка стоимость от 800 рублей до полторы тысячи учесть что это автомобильный вариант и к нему обязательно надо прикупить еще блок питания 12 вольт примерно 5 ампер вот эта техника стоит 500 рублей то есть такую помпу автомобильную можно приобрести за 1300 1400 до 2000 рублей хороший ли этот вариант не знаю но в любом случае я почитал отзывы и очень много жалуется на то что эти помпы начинает течь эта помпа устроена следующий образом двигатель сальник и крыльчатка и вот именно на сальнике начинает течь учесть что если в автомобиле вибрации то течь помпа начинает очень быстро для того чтобы эта помпа работала комфортно на станке щипу надо поставить резинные патрубки подсоединить то есть не жесткая система а через систему резиновых патрубок тогда эти система будет работать лучше эти помпы мне понравились я начал их изучать 1200 литров производительность то есть производительность отлично подходит bosch и другие помпы эти помпы выполнены уже по-современному то есть вал уже не соединяется с корпусом насоса а здесь стоит магнитная передача как водомере эти помпы уже не текут стоимость от двух с половиной до четырех тысяч рублей плюс 500 рублей еще питание вот эта помпа мне понравилась я был готов ее приобрести и купить я думаю что такие помпы стоят в чиллерах которые предлагают с лазерным станком эти чиллера также предлагаете для фрезерного станка щипу этот чиллер имеет емкость 9 литров но этот чиллер воздушного охлаждения его если у вас помещение 39 градусов летом жарко то этот чиллер ниже чем 39 охлаждающую жидкость не сделать поэтому этот чиллер совсем не годится для того чтобы установить и на фрезерный станок и на лазерный станок еще один насос очень мне понравился заслуживает внимание о котором я хочу сказать есть пивные охладители сверху стоит мешалка это двигатель который перемешивает скажем охлаждающую жидкость насосик на 220 вольт производительность его 900 литров до тонны очень тихо работает самое интересное что он сверху его можно сверху установить на емкость прекрасно подходит если в вашем городе есть то ремонтирует пивные охладители можно там прикупить этот насосик пластиковая нержавейка то есть все сделано для того чтобы не было никаких окислов с жидкостью с которой вы будете работать следующий насос на который обращал внимание этот циркуляционный насос системе отопления применяется для того чтобы работала система отопления применяют для теплых полов таких насосов большое количество ценовая политика разброса над полторы тысячи и выше эти насосы на 220 вольт все и самое интересное что они работают очень тихо в каждом насосе есть три производительности и я долго выбирал насос мне интересно было узнать минимальную производительность этого насоса техническом паспорте я почитал то было написано минимальная производительность 23 литра в минуту то есть выходит это 1200 литров за час я думаю этой производительности достаточно этой насосы долговечны и так мы разобрались из каких узлов должна состоять система емкость это нержавейка или алюминий емкостью 10 литров для меня залитый антифриз насос я буду ставить циркуляционный дальше идет шпиндель с охлаждающей жидкостью которая будет забирать тепло дальше охлаждающая жидкость будет двигаться и вот здесь самое интересное как охладить нагретую охлаждающую жидкость существует много способов для охлаждения лазерного станка я прикупил и использую пивной охладитель чиллер он вместе с компрессором для охлаждения лазерного станка я использую только деселированные воды антифриз использовать нельзя поэтому объединить один чиллер на два станка фрезерный лазерный никак не получится поэтому я решил поступить следующим образом змеевик который родной был в чиллере установлю и к нему подсоединю антифриз который идет с фрезерного станка при движении жидкости по трубкам от трубок здесь около 8 метров антифриз будет охлаждаться если летом будет очень жарко я включу дополнительно компрессор и буду охлаждать воду вода соответственно будет охлаждать антифриз вот такое решение то есть дополнительный охладитель для антифриза который будет проходить через пивной чиллер ставить всевозможные змеевики радиаторы особенно хорошо подходит радиатор с копейки он медный можно поставить совсем маленький вентилятор компьютерный как контролировать проток жидкости как контролировать температуру розовые трубки розовый антифриз когда система заполняется и циркулирует они видно потока движения жидкости как убедиться в том есть проток я приобрел еще такую небольшую штучку как пишут агрегат это мельница проходя жидкость через него вращает колесик еще с одним агрегатом самым большим познакомлю который будет обязательно работать системой охлаждения это контроль градусник термометр электронный термометр температуры воды здесь есть выносной сам датчик который прикрепляется к шпинделю я устанавливал на своих станках ранее и скажем по циферблату можно судить какая температура охлаждающие жидкости или какая температура самого шпинделя я соберу эту систему покажу как она будет работать готовая извините за такой длинный и нудный технический рассказ но без этого не обойтись как не жалко но в любом случае придется делать отверстие ставить в резко это в бак вот такая деталь на резиновые две шайбы и контрагайка все это должен собрать и потом насос все-таки тяжелый чтобы не было отклонений еще укрепить дополнительно насос признаюсь алюминия сверлил очень много но канистру чтобы так новую первый раз но в любом случае приятно сверло форстнера выполнена врезка в канистру 3 четверти дюйма я врезал немножко отступив расстояние от дна это связано с тем что если мусор будет какой-то попадать излишки я думаю он сядет на дно к насосу собрать надо вот такие конструкции одна угловая одна прямая все сборку буду производить при помощи уплотнителя резьбы это аэноробный уплотнитель резьбы почитал инструкцию почитал в интернете буквально за один вечер узнал как ним работать пришел к выводу что вот это средство как раз то что мне подходит в инструкции к этому герметике написано чтобы металл на одной поверхности на 2 был совершенно чистый так как мои фланцы которые идут с насосом покрашены внутри краской поэтому я буду щеткой металлической вычищать все потом промоем все ацетоном и вот примерно такое резьбовое соединение которое где-то долго лежало на складе я обязательно почищу и промою ацетоном то есть все резьбы должны быть чистые и все резьбы надо промыть ацетоном обезжирить и лишь потом производить сборку я не сантехник я просто прочитала инструкцию и эту инструкцию выполняю хочу остановиться показать насосную станцию как она выглядит сборе собрал все детали на герметик и установил дополнительно еще железку планку для того чтобы насос не вибрировал и ус и стоял насос жестко дело в том что материал алюминий очень тонкий и пришлось вот это усиливать этот узел клеммную колодкой разобрал подвел еще провод и один провод фазный разорвал для того чтобы поставить выключатели этот выключатель было рядом с оператором то есть в резетку насос будет включен постоянно выключателем буду только включать выключать первоначально планировал здесь сделать выключатель но неудобно будет наклоняться определил место крепления канистры для антифриза это под рамой и как можно ближе к полу это необходимо для того чтобы пробка была в удобном положении можно было заливать контролировать смотреть канистру саму наклонил чуть-чуть чтобы пробка была немножко выше обратной стороны контроль за температурой шпинделя электронный термометр с датчиком датчик приклеил при помощи алюминиевой фольги сделал такую небольшую площадку и установил рядышком со шпинделем я буду контролировать время постоянно температуру шпинделя не охлаждающей жидкости а именно шпинделя хочу показать пробку внутри установлена прокладка я изготовил новую и самая интересная была проблема где найти штуцера оказался вентиль ремонтный который устанавливается на диске так называется в автомобильном магазине эта деталь стоит все на все 50 рублей такие сверху одевается колпачки защитные они отлично подошли диаметром 8 миллиметров с гайками с резинками то есть прекрасно стали на пробку часто берут мужики такие колпачки ставить в автоклавы включая систему и меня есть контроль протока воды видите как работает мельница крутится я шланги конечно все уберу все поставлю надо посмотреть где подтекает о производительности трудно сказать сколько через тонкие трубы проходит жидкости но в любом случае она проходит циркулирует крутится работает самое интересное что слышно как антифриз попадает канистру булькает задавайте вопросы комментируйте всем добро с уважением владимир жиленко